Добрый день, дорогие товарищи, братья и сёстры! Ведём нашу трансляцию с Пермонта. Ведущий Далек Остапенко. Спасибо. Здравствуйте. Значит, некоторые вопросы накопились в тему предыдущего ролика, который ещё, кстати, не поставлен. Он уже готов и просто люди задают достаточно контакт острый. Вопросы, опять-таки, по теме образования в Австралии. Что у нас там? Если суммируют все вопросы, то приблизительно получается такое. Вот, Александр, вот у тебя образовательный агент Вильям Бизнес Колледжа, Лойтс Интернешнл Колледжа и Си Киу. Да. Да. Планируется ли какое-нибудь расширение твоей деятельности на другие колледжи? Ну, существуют договора. Я работал с Холмс Институтом. Существует долгого рассказ с тренингом. Существует, наверное, 5-6 ещё договоров. Проблема в том, что изначально это всё создавалось спонтанно по отношению к людям, которые, в общем-то, хотели работать с нашими студентами. Но на данный момент уже заработан определённый вес, заработан определённый авторитет. Надо выбирать то, что нужно людям. И здесь надо выбирать и самые качественные, скажем так, из не самых дешёвых. И, может быть, самый-самый-самый низкий уровень, то есть для тех, кто финансово наладом дышит. А также что-то типа золотой середины лучшее по цене за качество. А что лучше, это трудно самому судить. Но, по всей видимости, это вот вам всем студентам судить. Таким образом, я остановился на данный момент на университете центрального Квинсленда и колледжах образовательной группы. В основном луиц, но, опять-таки, вот сейчас немножко сдвигаемся в другие и начинаем работать, как ты знаешь, уже с другими вечебными заведениями. Не будем пока их называть, но это самый такой индо-пакистанский вариант, но очень дешёвый. Ну, как очень. Ну, немножко дешевле даже. Да, дешевле. Но о цене мы вернёмся чуть позже. Пока такой вот вопрос. Касающийся пакетных виз. Ну, то есть, знаю уже, написано очень много роликов, выставлено в интернете, в ютюбе. Преимущества пакетного ролика? Вкратце, потом я добавлю своё пример. Ты имеешь в виду преимущества пакетного обучения? Да. Пакетное обучение. Ну, не бывает преимуществ и недостатков. Преимущество пакета в том, что если вы идёте на высшее оборудование, в итоге, сейчас большинство всё-таки идёт на высшее оборудование, позволяет, во-первых, с одной стороны, не сдавать IELTS английский и после этого курс высшего оборудования. Про пакет света мы не говорим, потому что 572 виза, за редким исключением, это то, что не любят ни департаменты миграции, ни я. И считаю это достаточно бесполезным. Но там и выше процент отказа по визам, и пользы людям нет особой. Поэтому, да и не так это идёт, ну, дёшево, ну, дешевле, ну, два раза дешевле. Но это путь в никуда. Вот, поэтому пакет это английский с высшим оборудованием. Хорошо подался один раз, и до конца учёбы не надо IELTS давать. Ну, в конце учёбы, конечно, надо будет сдать. И преимущество ещё в том, что можно приезжать на курсы английского языка вместе с семьёй, потому что это уже 573 виза. И с самого начала можно привозить своего супруга, супругу, детей. Вот, то есть не разрывается семья. Поэтому я считаю, вот это вот самые два главных достоинства пакетной визы. Опять-таки есть и недостатки, потому что даже если я объясняю о том, что люди собираются учить, даже если вы друг другу помогаете, всё равно человек не уверен, что он хочет учить вот именно это. Не уверен, что он хочет учиться именно там. То есть потом могут возникнуть вопросы, а я вот не хочу СИКИЮ, я хочу ВИЛИНС. Не хочу ВИЛИНС, я хочу СИКИЮ. Я не хочу кто-то учить, я хотел бы вот кто-то. А переделывание уже очень затруднено. Зачастую невозможно, когда речь идёт о смене образовательного учреждения высшего. А иногда даже в пределах самого учреждения это невозможно сделать. как в СИКИЮ, например. Поэтому вот это вот достоинство и недостатки. И ещё я вижу в этом одно преимущество. То есть человек, который сознательно едет сюда учиться и тем самым получать в дальнейшем какие-то бонусы от государства, от австралийского, конечно же, я имею в виду, это своего рода получать резервирование своего места в высшем учебном заведении. То есть приезжаешь на пакетную визу, обучаешься на год английского языка, потом идёшь уже на следующий год обучаться в университет. Это может быть как ВИЛИНС, также и в СИКИЮ и в другие. Другие пока не будем называть, потому что ещё не факт, что именно ИК. Да, да. К чему я это говорю? Один из недальних разговоров у нас с тобой был, о том, что я собираюсь продолжить здесь своё обучение, потому что, к сожалению, у меня здесь только курс английского языка на год. В чём проблема? Потому что, когда идёт набор студентов, то места уже забиваются на год вперёд. И выше этого ни один университет просто не сможет расширить свою плоту для обучения студентов. Но здесь вопрос не столько однозначен и некоторые вещи, они непонятны даже мне. Например, по тому же самому пакету вот это вот учебное заведение, с которым мы собираемся работать, это индо-пакистанский комплекс, институт. Проблема в том, что когда мы делаем пакет, им, то есть мы даже готовы заплатить за первый семестр вперёд, до года того, как люди начнут работать, со всех сторон это учебному заведению, казалось бы, выгодно. Это выгодно и нам, потому что, если мы рады, мы бросим туда 50-60 человек русских и, может быть, ещё 50-60 человек европейцев, а также японцев, китайцев, там мы и можем поговорить с нашими агентами, то в этом случае мы сразу это индо-пакистанское присутствие снизим до максимума половины, казалось бы. Но здесь есть проблема. Департамент иммиграции немножко тупит, и они считают, что потолок для учебного заведения должен быть, предположим, полторы тысячи confirmation of enrollment, COE. Проблема в том, что confirmation of enrollment до этого семестра, до следующего, до следующего, и так, в принципе, считается на 6-7 семестров вперёд. И говорят, в вашей capacity всего лишь, положим, 900 человек, и у вас уже полторы тысячи силы. Они не смотрят на то, что мы заполняем учебное заведение на год, на полтора, на два вперёд. И вот это вот лимитирует учебное заведение. Я думаю, не только его, но и все другие, кроме билля, бизнес-политирует. Преимущество, которое мы давали бы и даём другим учебным заведениям в пакете, то, что мы платим деньги вперёд. Фактически мы финансируем расширение этих учебных заведений. То есть мы выступаем, в общем-то, вместе со студентами, со всеми вами, хорошим бизнес-партнёром для учебного заведения. Но, к сожалению, департамент иммиграции немножко, вот опять-таки, тормозит, тупит. И здесь то, что выгодно нам, и то, что выгодно учебному заведению, иногда не проходит или проходит не совсем так, как мы хотели. Что касается твоего случая, ты прекрасно понимаешь, что то, что я мог тебе предложить на момент, когда ты подавался, тебя не устраивало. В этот момент прекратился пакет с ЭКИЮ, пакет с Williams Business College он состоял, но с твоей вышкой тебе всё-таки вот с твоим направлением, с твоим возрастом, со всеми твоими показателями бакалавриат тебе был не очень нужен. Тебе вообще подходит два года магистратуры, скажем так. А бакалавриат мы тебе не можем сделать нужное количество зачёта. Получается, что вместо магистратуры, которая тебе нужна, которая дешевле получается и эффективнее, короче, мы будем вынуждены дать тебе более дорогой, вынуждены были бы дать тебе более дорогой, скажем, пакет с Williams Business College. А в твоём положении Williams Business College мне не подходит, потому что это у тебя достаточно уникальная ситуация, и поэтому у тебя не было выхода. Если бы у тебя был тот пакет, который мы собираемся делать, оно было бы подумать. Но опять-таки проблема, это за пределами обладательной группы в продолжении твоего обучения, значит, ты всё равно терял бы льготное обучение. То есть, немножко, конечно, но у тебя дороже было бы, как и есть. То есть, ты ничего не терял, кроме 535 долларов, application fee, ну, 500 долларов ты потерял бы на переподаче. Но теперь ты имеешь право выбора, теперь ты очень хорошо ориентируешься в отчетку. Да, спасибо. И вопрос такой. Вы когда-то сказали, если вы коснулись разговора о льготах, мы по себе естественную стоимость. За последнее время, ну, недавнее время, удалось ли тебе добиться того, чтобы снизилась стоимость на обучение, стоимость на пакетах? Если да, то озвучь, пожалуйста, примерную стоимость. Я понимаю, что тебе что-то не озвучит точность. Озвучь, пожалуйста, примерную стоимость нынешних ситуаций, стоимости пакетов. Ну, я могу говорить, могу говорить, что частично мы вернули стипендию университета Центрального Квинсенда. То есть те, у кого... Ну, обычно четверки – это средний балл у всех выпускников ухода сейчас российских, украинских возрастов. Значит, те, у кого троек не более чем... в пять раз меньше, чем пятерок. То есть у кого одна пятерка, то есть одна тройка – пять пятерок. Две тройки – десять пятерок. Вот у кого средний балл, скажем так, будет выше вот этой цифры, то 75%, грубо говоря. 85% дается за пятерку, 50% дается за тройку, 75% дается за четверку. Такая вот система, они очень, в принципе, сложные, хитрые. Так вот, кто набирает 75%, тот получает льготную учебу. Магистратура будет стоить 29 где-то тысяч за два года, что очень компетитив прайс. Вот. Но нам еще надо вернуть пакет. Вот это вот по цене, мы это вернуем. Что касается нового колледжа, который мы пытаемся установить отношения, их цена будет порядка 4,5 тысячи, 5,5 тысяч долларов за полгода обучения. И полный курс будет варьироваться в самом-самом-самом минимуме от 18 до 22 тысяч долларов за два года до 27, допустим, 28 тысяч до 3 года, если бакалавриат. Что касается Виллиан Бизнес Колледжа, то здесь, ты знаешь, было вчера очень сильное обострение отношений руководством владельцами Виллиан Бизнес Колледжа. Сегодня мы получили зайца, которого по причине моего ожирения будешь есть ты. Пасхального зайца. Да, пасхального зайца. Знак примирения. Я очень хорошо понимаю нашего руководителя, все это ее деньги. Она хорошо понимает нас, понимая, что нам нужна выгода для наших студентов, а не только для нее. Мы не так сильно думаем о ее выгоде. Но мы добились определенных уступок. Мы все-таки делаем Виллиан Бизнес Колледж в общем-то соревновательным по сравнению даже с этим индо-пакистанским институтом. Я не говорю предварительно особенно об этом, потому что я знаю, что если мы начнем работать, мы в этот индо-пакистанский институт засунем человек 20-30, сделаем свою компанию людей, которые будут образовывать группы, занимать лидирующее положение в классах. И в общем-то мы плевать хотели пусть эти сотни или тысячи пакистанцев. Нам 30 человек хватит. чтобы забыть об окружающих. В чьих местах? Да, именно. Мы будем наносить удар по конкретным, нужным профессиям, концентрироваться. И там будем иметь 20-30% наших студентов. И соответственно, нам без разницы, что там индусы, карлики, гномы, эльфы и прочее, вордулаки нам все равно. Но все равно это сейчас у нас очень соревновательно будет. По цене, если на данный момент полгода бакалабриата считается 4 предмета, 3 места, это 5-600, то цена снижается до 5 тысяч. В самых-самых-самых дешевых мусорных учебных заведениях полгода стоит 4,5-500 долларов в семестр. Это уже роли особо не играет. Тем более, в пакете мы еще добиваемся очень низкого, низкой стоимости английского, что практически нивелирует цены. Таким образом, если люди будут подаваться, но нам нужны гарантии, чтобы люди приезжали учиться для того, чтобы приезжали учиться. Соответственно, те, кто думает выключать фиктивные браки, переходить на мусорные какие-то опять-таки индо-пакистанские колледжи и так далее, они должны подумать об других опциях. То есть, не идти виллианс-бизнес-колледж, идти там на английский язык, подаваться на какие-то другие визы, может быть, не стали подаваться, но в этом случае стоимость, то, что они изначально платят, они оплачивают курс английского языка, утерируют 7400, они платят медицинскую страховку на полный, ну, предположим, 200, на все годы, там, 4000-х лет, 200, получается все это вместе 9500 и они проплачивают первый семестр, или триместр, скажем так, полгода обучение виллиан-бизнес-колледже, в этом случае они платят не 5600, а 5, они будут платить по 5000 4 предмета, то есть, 1250 они, 1400 за предмет, соответственно, их первая выплата будет 13500, из-за того, что люди, в общем-то, явно будут показывать свои устремления на высшее оборудование, высшее оборудование сейчас в большом почете, то есть, к нему отношение лучше, то есть, high education сейчас визы получают достаточно легко, в этом случае и проходимость через департамент иммиграции, через посольство будет лучше, ну, это понятно, студент из джинния, это очень многое значит, ну, и, соответственно, с точки зрения отношения руководства, это тоже, потому что Неда Моррис понимает, что эти 5000, которые человек за первое семестр платит, это инвестиции в ее бизнес, это будет группа людей, к которым будут особое отношение. И в порядке немного оформирования, что-то вроде, вот я сказал, мусорный, мусорный университет, это мы оставим в сторону. Мы к ним не идем. Нет, мы к ним идем. Мы к ним идем и пытаемся все-таки как-то их облагородить, за исключением тех, которые невозможно исправить. Ну, говорят, из дерьма невозможно сделать конфетку, так не пытайся. К таким университетам опять я могу отнести университет Южного Квинсона, который немножко дешевле большинства университетов, даже бюджета. Это может идти речь там одной тысяче до два года, тысяча в год. Проблема в том, что когда, ну, это не расизм, это, но констатация фактов. Когда в этом университете учатся одни индусы, ну, пакистанцы, бавландешцы и так далее, когда менеджеры, преподаватели тоже индусы, когда владелец индус, и когда эти люди приезжают, в общем-то, на самое дешевое обучение, получается вот такая картина. если ты даже очень хорошее учебное заведение, даже с прекрасным преподавательским составом, но делаешь слишком дешевую программу, самую дешевую из всех, что получается? Кто туда едет? Беда. Центация категория, которая на этот ДДД даст людей. Центация Да, надо всегда, чтобы был отстой, то есть такой вот самый низкий уровень, куда всякая там всякий осадок выпадает. Проблема с теми же самыми индусами не в том, что может быть они в среднем глупый народ. Те, с кем мы сталкиваемся в экономическом, экономном, бюджетном варианте, это люди, которые в принципе заняли денег у себя на родине, приехали сюда, находятся под очень жесткой эксплуатацией своих индусов, которые платят по 10-12 долларов в час. Соответственно, эти люди живут в жесточайших жизненных условиях. Я могу показать, когда они будут, ребята, кто интересуется, показать, где живут и как живут индусы. Это когда маты в какой-то грязной комнате и на этих матах лежат 20 человек в перемешку, где все воняет, где тараканы, объедки какие-то, питаются исключительно молоком, каким-то пластелином. да, но это потому, что они очень бедные. Они, в отличие от тебя, которые питаются, допустим, на 20 долларов в неделю, они питаются тоже на 20 долларов в неделю, но так как у них руки, руки обычно торчат не с того места, они едят всякую гадость. Молоко, кстати, достаточно дорогая штука, ну, доллар-литр, но они выпут по месту каждого. Литров каждый в день они дают нацеплющее молоко. Вот. Соответственно, грязь, вонь, провонялось все карри, провонялось все какими-то специями, этими, пластинками горящими, не очень. Вот. И они приходят в институт, они не могут в университет, они не могут учиться. Они зомби, они хронически не досыпают. Они в групповой работе, они ноль. То есть они, и ты не можешь даже их заставить. Ты можешь их бить, ругать их, все равно. Но он просто из последних сил держится человек на ногах, потому что он должен выплатить деньги, которые идут на еду, на транспорт, на проживание, на обучение и выплатить те долги, которые он взял там 10-15 тысяч для на родине под проценты. И все знают, Майкл Найт Ревью был направлен исключительно против индийского рынка. И если раньше страна номер один, которая поставляла в Австралию студентов, был Китай, то 70% от этого количества, 80%, было Индия. сейчас это 30%, а до этого это было 10%. То есть жесточайше рубились индусы, 94-96% отказов им было, телефон, фон-скрининг и прочее. То есть очень много их отсеклось. Они шли в парикмахеры, в повара и так далее, и так далее. и из-за этого идти в такие учебные заведения очень сложно. Поэтому мы не будем туда идти, а если будем туда идти, это выбор человека. Пожалуйста, опять, как и в предыдущем ролике, не жалуйтесь тогда на то, что это, ну как ты сказал, гадюшник. Это гадюшник, потому что именно вот этот самый маленький, самый низкий сегмент рынка занимает садконтинент, то есть Индия, Пакистанцы, Индон и так далее, и так далее. То есть вот этот вот вот этот вот отряд наших студентов. Поэтому мы будем всегда чуть-чуть-чуть-чуть дороже, но намного лучше, чтобы не учиться с этими людьми, потому что качество обучения, оно подгоняется под основной состав. Какое может быть качество обучения есть 80-90% в классе это индийские зомби. Поэтому вот мы сравнимся с ними, но оставим все-таки доллара 500, чтобы вот этот весь отстоит все-таки ушел туда. То есть ты приходишь в более-менее приличное заведение, которое так цены гораздо выше, чем с мусорными заведениями. Приходишь и так как у тебя здесь определенно характерист сложился и у тебя есть группа студентов, которые могут обучить в этом университете, то они тебе уже предлагают скидку на обучение твоих же студентов в этом университете. Но университет уровнем гораздо выше, чем те мусорные, которые ты описал в этом университете. Но это не только университеты, это не университетский сектор, которому били высшие учебные заведения, вузы по нашей классификации. Я бы сказал так, мы не будем работать самыми дорогими. Самые дорогие они имеют другую грех, скажем так, другой недостаток. Недостаток самых дешевых понятно, туда весь отстоит недостаток самых дорогих они не объективно взвинтили цены. И так как они не объективно взвинтили цены, им нужно поддерживать постоянно имидж дутый, это называется perceived quality, то есть в внушенное качество, не настоящее качество. Соответственно, чтобы оставаться на плаву, надо все больше и больше тратить денег на рекламу. Эти деньги опять-таки валятся на плечи людей. И для русского человека, наверное, это очень удобно, потому что у русского человека есть иногда не очень хорошая черта. Русский человек считает, чем он больше заплатил, тем он круче, тем круче его учебное заведение и так далее. Поняв, что грубо говоря, что он лоханулся, русский человек опять-таки в силу своего менталитета не будет признавать свою ошибку, а будет продолжать настаивать, что он прав, и соответственно все это endlessly, бесконечно ведет к раскручиванию цены. мы не работаем с этими университетами, теми же университетами, которые хороши по цене за качество, мы добиваемся скидок. Почему? Для таких рынков, как Индия, Пакистан, как может быть Китай, Корея, которых много и которых не хотят видеть диспропорционально много, для них делают price discrimination, дискриминацию цены, для них дают, скажем так, не дают скидок. Если хотят видеть наших, а наших хотят видеть, моих точно хотят видеть, в этом случае они пытаются каким-то образом снизить цену, дать скидки, дать споршем, что-то такое. Вот с этими учебными заведениями мы работаем, а дальше во всех тех учебных заведениях, кроме опять-таки пакистанских, мы пытаемся помогать учебным заведениям, чтобы и программа улучшалась, чтобы студенты вели себя поактивнее, чтобы было хорошее взаимоотношение с департаментом иммиграции, а ты знаешь, что я в принципе в какой-то степени могу это обеспечивать в некоторой степени. Но я не всемогущ, но что-то могу сделать. И соответственно мы раскручиваем учебные заведения, но мы их раскручиваем позитивным путем, без капиталовложения. То есть это не ложится временем на учебные заведения и значит налажится временем на студентов. То есть мы будем работать с родным нам уже почти Вильямс бизнес-колледжем и образовательной группой, а также с университетами и другими учебными заведениями, которые идут навстречу нашему студенту. Вот как-то так. Понятно. Вот мы сравнили высшую учебную заведение, теперь давайте сравним. Языковые школы. Что касается Меркьюри колледж и Лодз интермешн колледж. В чем сравнение? Где плюсы, где минусы? Значит, Меркьюри колледж, я думаю, в очень скором будущем будет отказываться вообще от введения английского. Даже сейчас на сайте по-моему уже не видно, чтобы была языковая программа. На данный момент Меркьюри колледж предлагает цену на 5-10 долларов порой ниже, чем другие колледжи. Но в этом колледже, во-первых, как и в Бридж Бизнес колледже, нету ничего выше, чем Апер Интермедиа, и не будет. Там не будет ИП, не будет АЭЛСа никакого. Там не будут хороших преподавателей, и скоро не будет этих курсов. Но на данный момент Меркьюри колледж. Хотя, опять-таки, все зависит от воли менеджеров и владельцев, но вот эта информация такая по Меркьюри. И с Меркьюри вы уже никогда не выйдете ни на одно учебное заведение, потому что внутри обрадовательной группы вы будете должны заплатить дополнительно за 12 недель ИП в Войтс колледже и все это нападет на смарт и все ваши там грошовые выгоды там 400 может быть долларов. Во-вторых, Меркьюри не признавался и не будет признаваться ни одним высшим учебным заведением в Сиднее, хотя бы потому что у него официально нет курса АЭПи, а идти на то, чтобы забирать на последние 12 недель человека из Меркьюри в Войтс, на данный момент образовательная группа не собирается. Те же ребята, которые хотят учиться мало, а больше работать и, скажем так, манкировать занятия. Это становится достаточно сложно. Ты знаешь уже со вчерашнего дня, что у нас вводится новая система в Австралии с 13 до 14 апреля. Представители Игрод Диака будут контролировать посещаемость студентов. Представители Диака будут иметь доступ к базе данных по посещаемости и успеваемости студентов напрямую. соответственно, если студент пропустил... то есть, ворнинг это предупреждение письмо, которое раньше было, ну, скажем так, глаз пьющего в пустыне, ну, ай-яй-яй сказали, все плюнули, забыли, ну, так все учебные заведения поступали, то теперь этого не будет, по крайней мере, в наших колледжах это не будет, ну, и вообще нигде не будет. Почему? Потому что, если департамент иммиграции увидел, что у вас 80% посещаемости он ощетинился, если у вас 70% ниже, он просто закрыл вам визу. До того, как у вас закрылась enrollment COE, аннулировалась, до этого. Печальный исход. Это печально, но во-первых, если ты хорошо, давай так, честно говорить, не всегда занятия начинаются вовремя. Студент может выйти в туалет, студенту может быть плохо и так далее, и так далее. Студент сам выбирает, ну, как он себя ведет, но слушай, бутылка у нас вкатится назад. Студент сам выбирает свой путь и если студент по крайней мере будет приходить на занятия каждый день, может быть, не вовремя, может быть, раньше уходить, но свою порцию он получит, ну, грубо говоря, ты знаешь, что преподаватель уделяет каждому очень много времени, уходит не на коллективную работу, индивидуально. Поэтому можно, если тебе надо прийти, допустим, на час позже, скажем так, может быть, это не для видео, но все-таки, можно иметь common sense, то есть преподаватель работает, особенно на самом высоком уровне, когда уже идет индивидуальная работа, большая, и учебная, в этот момент, допустим, он работает с другими, ты приходишь, и он тут же работает с тобой, ударит это по тем, кто совершенно бесшабашно добил на учебу, ничего не хочет делать, приехал сюда, но это уже нарушение того, что это genuine student, и, соответственно, это будет иметь проблемы. Но, опять-таки, это жестко для нас. Кто большая часть, кто большая часть студенчества Австралии? Из Язы. 50% студентов, которые приезжают сюда, это студенты из Китая. Азия, да. 25% это студенты из Индии. Остальная Азия, может быть, 10%, 5% где-то, наверное, в Бразилии, а все остальные, ну, я не знаю, 10%, 15%, 20%, сколько там, приблизительно. Ты понимаешь, какой удар наносится по китайцам и индусам? Они же роботы, они в основном работают, они многие не учатся. поэтому в действительности что нам плакать? Это пусть плачет Индия. А если эти меры приведут к тому, что у нас половина индийских студентов и пакистанских уедет домой, это настолько подорвет авторитет по крайней мере, доходы вот этого образования, что правительство что-то сделает. Я тебе скажу, что когда мы учились, у нас были карты, свайп-кар, с электронной дорожкой, чекнул, у тебя время пошло, чекнул, у тебя время закончилось, 4 часа отбыл, все. У меня на работе такая же. Да. Так вот, даже в то время мы нормально жили, но естественно эти меры многие другие привели к тому, что люди не поехали в Австралию. Количество студентов было маленькое, оно уменьшило сразу в 3. 2. Это случилось в 2001 году, в 2002. А в 2005 правительство, в 2004 правительство судорожно начало что-то менять. И изменило, и вам стало сейчас легко. Но на мой взгляд слишком легко. Мы выживали, нас было нормально, выживите и вы. Эти меры, которые сейчас применяет правительство, если еще вообще применит, но они цветочки, у нас были ягодки, и мы выжили. Так что пусть плачут, как говорится, индусы, наше дело такое, из-за загородки. Понятно. Или вопрос такой, Mercury College, где находится? Mercury College на данный момент находится на Castle Ray Street, это Anzac House, только немножко выше. А, Вопрос такой, почему вы не предлагаете языковую школу в Северном Сиднее? В Северном Сиднее я предлагаю языковую школу, я предыдущий ролик, то есть первый ролик, который я поставлю, это посвящен именно этому колледжу, а там было исторически, у нас была проблема с прежним руководством, человеком, который, в принципе, это наша хорошая знакомая Александра была, все, но ее неумная политика привела к тому, что в Узбекистане Нордсиднее Мишколе считается частью криминального, криминальной организации. Потому что был очень большой прохвост товарищ Искандер, я предупреждал Александру не заключать с ним никакие соглашения и не делать никакие приглашения. Соглашение она не заключила, она сделала порядка 30 приглашений. На основе этих приглашений Искандер обокрал людей, сам сел в тюрьму на 10 лет, но на суде было сказано, что совершенно незаслуженно, кстати, они даже об этом не знали. Это я нашел, потому что мне дали нашим товарищам Узбекистана информацию. Интернезайд, наверное? Нет, это люди в переписке, которые сюда потом приехали, учились, ребята и уехали узбеки. Так вот, официально для правительства Узбекистана Нордсильный Ингриш колледж является партнером вора и учебным доведением под подозрением. Поэтому, с одной стороны, я не хотел просто по старой памяти раздражать работников посольства. Я не буду никогда работать с Узбекистаном по поводу Нордсильный в колледж никогда туда не пошлю. Что касается наших ребят, которые сейчас подаются, это, во-первых, второго менеджера нету, бизнес-девелопера. Есть очень очаровательная венгерская девушка Эника, и ты ее знаешь, блондиночка. Очень хорошая девчонка, она ничем не виновата. Она такие глупости, как Александра, не делает. И это достаточно приличный колледж, в котором русских нету, в котором много сейчас европейцев, бразильцев, корейцев, японцев много. Поэтому это приличная контора, и мы специально сделаем скидки, чтобы люди туда пошли. Особенно семейные, которые пойдут на пакет, естественно, для них. И это в том же самом здании, где и Виллиант бизнес-колледж. То есть ты можешь ходить в то же самое здание в честь 4 рублей. Красиво. Следующий вопрос. Правда ли, что обучение в языковых школах в регионах Австралии дешевле? Да, нет, и написать не нужно. К сожалению, региональное обучение дороже. В Брисбене очень посредственное образование. Мы, наверное, можем сделать немножко дешевле, но здесь из-за того, что больше будет недель будет 40. То есть за неделю меньше чуть-чуть, из-за того, что эти недели разбиты на 4 кластера, получается, что за счет этих перерывов по 2 недели даже больше, по-моему, 3 недели. Получается, что те же самые 51 неделя общая, но будет всего лишь 40 учебных недель. Это немножко подешевле, но качественное образование значительно ниже, чем нет EP, нет Тайлс Перфорейшн значительно ниже, чем в Сиднее. Что касается других регионов и других групп, к сожалению, из-за того, что люди не хотят ехать в региональные центры, создать это как устойчивый бизнес, sustainable. Бизнес очень сложно, и поэтому, когда нету экономии of scale, экономики масштаба, соответственно, невозможно создать бизнес. Ты должен дать возможность человеку заработать. Представь себе, языковая школа как Лойтс, 800 человек учатся, где ты найдешь 800 рабочих мест для человека в городе, допустим, Оранж. Это невозможно. Человек, который делает 800 рабочих мест в городе даже за два года, станет национальным героем Австралии. Поэтому региональное оборудование, к сожалению, не дешевле, оно дороже. и главное, что еще к тому же студент будет тратить больше, а зарабатывать меньше. Получается, соотношение цены и качества и перспектив сильнее лучше. Да, это проблема Австралии, и это не только проблема образования для иностранных студентов, это образование вообще. Должны вообще должны идти инвестиции в региональную Австралию, инфраструктуру строить градообразующие предприятия на базе майнинга и так далее. Но эта задача совершенно уже далекая от образования и мы не можем, да, в общем-то, не хотим в это дело ввязываться, потому что это не наша задача. Ну, Олег, большое спасибо тебе за вопросы. Все. Да, пожалуйста. Счастливо. Счастливо.